Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Ля Минор. Меня зовут Алена Бородина. К нам приехал сегодня Сергей Лебавин. Встречайте! Пришедшие мы с тобой, сумасшедшие, грешной страстью, желанием овенчанным. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога, за родную, любимую женщину. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя. За то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. И когда я болею, шлю тебе по имейнам тех стихов, бестолковых и ласковых. И, надеясь на чудо, я всегда верить буду. Ты печаль, ты любимая, сказка моя. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя. За то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. Встреча мелькают страницы, перелетные птицы. И лишь одна нам судьбой завещана. И когда всё изменится, остаётся надеяться женщине на мужчину. А мужчине на женщину. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя. За то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. Напомню, сегодня у нас Сергей Лебавин в гостях. Сергей, с большим удовольствием приветствую. Зрители телеканала «Ля Минор», они просто завалили нас письмами. Они сказали, пригласите ещё раз снова нашего любимого Сергея. Вот передайте ему все наши письма. Мы давно не были просто, на самом деле. Да-да-да. Как так получилось? А где же вы всё пропадали? Работа, гастроли. И несколько раз уже назначали съёмку. И потом по каким-то причинам. Но это независимо ни от вас, ни от нас. Вот чисто жизнь. И сейчас вот просто получилось, совпало всё. И я рад, что опять в этой замечательной студии. Замечательной снова очаровательной ведущей. И это очень приятно. Опять с живыми музыкантами. Всё как всегда. Я хочу сказать, что когда люди пишут настоящие письма, да, имейл, написать смс-ку, ну раз-два и написал. Настоящее письмо. Это надо взять, купить конверт, приклеить марку, признаться в своих чувствах, может быть, заказать любимую песню. Это дорогого стоит. Вот это тепло, оно как вами ощущается? Очень приятно, на самом деле. И, в принципе, все концерты, вот в этих городах, откуда пришли эти письма, они показывают то, что вся вот эта любовь и теплота, она не только на бумаге, но и в сердцах, и в ладонях этих людей, которые приходят, аплодируют в их сияющих глазах. Это особенно приятно. Сергей, тут Ногинск, Томская область, Умск-23. Ну, вся география России и страны ближнего зарубежья. В любом случае, мы слушаем следующую песню. Она называется «Бессонница», а потом продолжим разговор. Засыпанная снегом Москва, А в Петербурге дождь и туман, И капельки воды на ресницах застывают снежинки. Ирония судьбы и обман, Я вечно где-то здесь, а ты там, И не хватает времени и силы отогреть эти льдинки. Ты ведь просто моя королева-бессонница, В глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница, Мне б с тобой до утра от любви умереть. И вроде я не твой пассажир, И вроде не моя здесь вина, Так горькая вечерняя радость, Бутылка вина. Твоё не уезжай без конца, Так долго в ритме бьются сердца, Твоих счастливых слёз мне до рассвета Не напиться с лица. Ты ведь просто моя королева-бессонница, И в глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница, Мне б с тобой до утра от любви умереть. Ты ведь просто моя королева-бессонница, Королева-бессонница, В глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница, Мне б с тобой до утра от любви умереть. Исцелованная под дождями бессонница, Мне б с тобой до утра от любви умереть. Сергей, а где вас настигает муза? В какой момент? В момент переезда из одного города в другой? В тихом, тёмном вагоне? СВ? Она всегда неожиданно настигает. Я даже иногда сам теряюсь от этого. Ну, что такое муза? Много артистов и сколько я эфиров видел. И совершенно правильно они говорят, что никогда нельзя создать человеку условия какие-то для работы. Ну, якобы. Всегда все думают, хороший кабинет, кожаный диван. Вот она, муза, пришла. Некоторые говорят, ваши коллеги, Сергей, о том, что, в принципе, если всех выгнать из дома, есть какая-то комната уютная, поставить глинтвейн или, знаете, там чай, чашку кофе. Это хорошо, первое мне понравилось. Глинтвейн? Да. Вдохновляется? Да. Ну, где она чаще всего в вас стоит? Вот, совершенно верно. Какие-то условия элементарные, ну, по крайней мере, что отдельный какой-то кабинет или комната, они должны быть, чтобы никто не мешал, никто не бегал. Ну, так, по большому счёту, сказать, что это рецепт того, что родится какая-то красивая песня новая, нет совершенно. В вагонах поезда, в автобусах, в самолётах что-то подумал, потом записал, или зашёл куда-то, чтобы никто не видел, записал что-то такое. И вот, вот только так. Хорошо. Следующая песня «Мы любим море». Она где пришла? Это вообще мировой хит. Его исполняет сейчас в Европе и в Америке такой песк «Майкл Бубли». Бубли, да, Майкл Бубли. Вот, и, в принципе, это музыка группы «Зе Дрифтерс», это 50-е годы прошлого века, негритянская группа. Вот, и песня нам понравилась, мы тоже аранжировали её. А почему вдруг пришло желание исполнить её на русском языке? Потому что сама музыка навеяла мне такие вещи, что-то с морем связанное. Я написал текст вот этот, он так и назвал её «Мы любим море». Такая, вроде, простенькая история, ни о чём, но, в принципе, очень хорошее настроение, оно приносит именно на концерте. Люди как-то двигаются под неё, какие-то эмоции выражают. Вот это главное. Возможно, вы сейчас будете двигаться от плиты к холодильнику или от дивана к входной двери, но задержитесь ненадолго, послушайте эту песню. Прости, прощай, уходит белый лайнер в море, в дальнее плаванье. Ах, сколько дам, там ослепительных ярких женщин стоят на палубе. И сколько взглядов влюблённых не зря встречает молодой капитан корабля. Но его сердце принадлежит лишь тебе одной. Солёный губ, случайный твой ночной поцелуй на таинственной палубе. О, никогда, ты слышишь, нет, пускай меня от себя, пожалуйста. Я так скучал, так скучала ты, и море вдруг исполнило наши мечты. Мы любим море, нас любит море, как любишь ты. Чтобы вам в любви хоть раз повезло, веселитесь, люди, бедом на зло. Чтобы вам в любви хоть раз повезло, веселитесь от души. Но как дела, я как пиратский фрегат паруса сложил снова на мели. А ты идёшь, такая вся прекраснее, чем сама Анжелина Джоли. И я на фото твои глаза целую, как отшельник, своя браза. Пою и вспоминаю тебя, о, любовь моя. Уйду от дел, хочу увидеть хоть раз Аргентину, Верону и Малагу. Я так скучал, так скучал, а ты, и море вдруг исполнило наши мечты. Мы любим море, нас любит море, как любишь ты. Я так скучал, так скучал, а ты, и море вдруг исполнило наши мечты. Мы любим море, нас любит море, как любишь ты. Мы любим море, нас любит море, как любишь ты. Любишь ты, о-о-о, мы любим море, как любишь его, ты. Ну, Сергей, я в этом году впервые за очень, за всю свою жизнь, собственно говоря, отправилась в круиз Венеция-Сочи. И сейчас у меня прям весь мой инстаграм всплыл перед глазами, «Как я на палубе». Ну, «Капитан» был не так молод и хорош, как в вашей песне, но, в принципе, он был такой настоящий итальянец. Так что, да, я понимаю женщин, которые приходят к вам на концерт, и вы будоражите их воображение. Да, это такая летняя южная песня. Вот мы когда-то по побережью ездим, от Анапы до Адлера, то эта песня на ура, люди любят ее и как-то ассоциируют с каким-то своим отдыхом, возможно. Нет, ну, в принципе, должна быть какая-то альтернатива. Песня на теплоходе «Музыка играет, а я одна стою на берегу». Тут все хорошо, почти хэппи-энд. А я один стою на берегу. Да-да-да, на берегу. Капитан увел девушку. Как вообще с социальными сетями складываются отношения? Лично у меня, то есть я не очень такой большой фанат, но у меня есть то, что называется... Специально обученные. Да-да-да, вот ребята молодые такие, и они вот здорово это делают. Просто информация, это же все равно передача информации. То есть мне звонит девушка, которая занимается там, Женя, она говорит, что произошло. То ли там мы на Черном море, я там краба поймал какого-то здорового, то ли что-то еще фотографируем, и они уже занимаются вот этим. То есть там это совершенно как бы честные там все ответы, и все, они исходят от меня по телефону. Они просто это все размещают в всевозможных контактах, фейсбуках и прочего. Сейчас, не отходя от кассы. Ну куда я сейчас без селфи? Давайте слушать следующую песню, а потом продолжим разговор. Песня называется... Глаза с огоньком. Как у меня на этой фотографии были только что. Глаза с огоньком. Горящий мартини в коктейле. Глаза с огоньком. Заказанный номер в отеле. Так мило, тако. Проникли в мое подсознание. И кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. Не замечая вокруг. Посторонние взгляды. Я ищу лишь один. И других мне не надо. Но предал тонкий луч. Я увидел вдруг вас. Рампы света в России. Огоньки ваших глаз вместе. Глаза с огоньком. Горящий мартини в коктейле. Глаза с огоньком. Заказанный номер в отеле. Так мило, тако. Проникли в мое подсознание. И кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. А теперь вы. Вам теперь никогда Не забыть этот взгляд Проникающий сквозь ваш Ваш нескромный наряд Обжигающий точно Точно звезды в ночи. Снова снитесь вы мне Хоть кричи, не кричи, Россия. Глаза с огоньком. Горящий мартини в коктейле. Глаза с огоньком. Заказанный номер в отеле. Так мило, тако. Проникли в мое подсознание. И кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. Глаза с огоньком. Горящий мартини в коктейле. Глаза с огоньком. Заказанный номер в отеле. Так мило, тако. Проникли в мое подсознание. И кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. И кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. Сергей, ну большинство ваших песен, в принципе, связаны с миром женщин. Ну, вы поете для женщин и о женщинах. На концертах приходят только женщины или мужчины бывают в зале? Алена, какая это часть песен? Дело в том, что у меня 15 альбомов уже. Опа! А сколько на альбоме песен? В среднем 12-13. Я сейчас буду умножать. У меня просто гуманитария, с математикой не очень нужен калькулятор. Не, просто это, ну... Львиная доля песен о женщинах? Ну, примерно половина, может быть. Да, хорошо. В зале кто сидит? Ну, не о женщинах. В зале, кстати, очень много сидят семьи. У меня есть песни о детях. Такая песня «Дочка» есть. Тоже она знаковая. Ее радиостанции многие крутят. И почему-то любят в городах одеть красиво своего ребенка. И вот когда песня «Дочка», девочка выходит там с цветочком, там, или там с шоколадкой, несет там это... Ну, и как-то вот так все душевно очень. Женщины приходят со своими мужчинами. Приходят семьи, приходят бабушки, приходят даже женщины выходят. Я выросла, Сергей, на ваших песнях. Как минимум. Но они вот, понимаете, даже сейчас вот жизнь такая непростая у нас в России, но и не только. И говорят, вот ребенок мне, допустим, дочь или сын купил специально билет на ваш концерт. И я вот долго собиралась, ждали вас там 3-4 месяца. Вот это вот очень приятно, что люди все-таки как-то... Не просто, а что там у нас сегодня во дворце, ага, кто-то приехал, а все-таки готовятся как-то к концерту. И очень приятно потом такому человеку с удовольствием автограф даю и диск. Как известный сладкоежка, у меня вопрос, вы куда эти шоколадки все деваете потом, которые девочки вам выносят? Девчонки съедают? Ой, не то сказал. Не, они стройные какие-то. Не, ну на самом деле большой коллектив. Это у нас сегодня, ну и студийные рамки не позволяют, но на самом деле большой коллектив. И есть кому там скушать эти шоколадки. Сергей, давайте, раз уж мы о девушках заговорили, представим и девчонок, и молодого человека, который сегодня вам помогает, и ваш гитарист. Иван Лучевский, замечательный гитарист, супергитарист. Он и фламенко, и на акустике, и в общем-то одно слово, можно регалий перечислять, одно слово, настоящий музыкант, гитарист. Юлия Березина, она бэк-вокал и замечательным инструментом, это тенор-саксофон, владеет. Вот, еще базовая у нее труба, она тоже на трубе может, но говорит, не буду у вас, Сергей Петрович, на трубе играть, только на саксофоне. Наталья Липовцева тоже поет, девушка, у нас и поющие, и играющие. Это замечательно, сейчас нет его, потому что очень тяжелый инструмент, обычно у нас директор держит, сзади стоит, а так сейчас нет, он где-то в сторонке. И поэтому, ну вот, владеет замечательным инструментом, и вот песня сегодня будет, ну, сможете убедиться, что еще и поющий человек. Ну, все профессионалы, я коллективом доволен. И самое главное, вот он спрятался, человек это Коля Силаустев, это наш звукорежиссер. Без него, кстати, в Сорвенном мире никуда без звукорежиссера. Без него, да, ни туды, ни суды, очень тоже старается, так, чтобы была музыкальная именно атмосфера, звучание на сцене и в зале очень комфортное. Предлагаю прийти к следующей песне и посмотреть, как постарались все участники коллектива Сергей Любович. Да, просто два слова, если можно, об этой песне, там, я всегда на концерте говорю, песня называется «Свадьбы». О-о-о! «Свадьбы», да, я всегда спрашиваю, а вот три года совместной жизни, вот, Алена, вы знаете, сколько, какая это свадьба? Не знаю, я 20 лет с одним и тем же мужчиной, трудно сказать, я уже забыла, что это такое. Ну, три года, значит, прошли, а, забыли. Забыла, как называется. Да не может быть, что 20 лет. 20 лет, да. И вот потом я спрашиваю, а 10 лет совместной жизни? Ну, и зал там розовая, свадьба, розовая. А потом я говорю, а 20 лет жизни совместной, это какая свадьба? Да бог его знает. Я понял, да, ну, конечно, он знает, вот, а вы представляете, вот, у вас как-то... Я знаю только, что серебряная 25, а золотая 50. Да, так дай бог, дай бог, чтобы все было и одна, и вторая, но мужчина в Сибири сидел в уголке, там, он говорит, столько не живут. Мы сейчас докажем, что это не так. Свадьбы. Поехали. Третий год совместной жизни Женщиной одной Нас, как в первый миг свидания, не разлить водой Вот и ситцевая свадьба Отшумела вся И любовь, как в чудном храме Поселилась Какая это нежность и боль Какая чистота вокруг Мы связаны навеки с тобой Моя любимая и друг Пусть годы пробегут, как вода Под парусом нам долго плыть Нам только лишь бы вместе всегда Нам только лишь бы вместе быть Десять лет совместной жизни Женщиной одной Ненаглядной Ненаглядной и любимой Грешной и святой Десять розовая свадьба Радость принесла Наша дочка повзрослела В первый класс пошла Какая это нежность и боль Точно какая чистота вокруг Мы связаны навеки с тобой Моя любимая и друг Пусть годы пробегут, как вода Под парусом нам долго плыть Нам только лишь бы вместе всегда Нам только лишь бы вместе быть Двадцать лет, тридцать лет Совместной жизни пожелаю всем Дочка выросла и стала взрослою совсем У нее растет малышка распригожая На тебя, моя родная Так похожая Какая это нежность и боль Какая чистота вокруг Мы связаны навеки с тобой Моя любимая и друг Пусть годы пробегут, как вода Под парусом нам долго плыть Нам только лишь бы вместе всегда Нам только лишь бы вместе быть Сергей, ну раз уж песню «Свадьба» Мы послушали разговор о свадьбах, о частных мероприятиях Это интересно знать, потому что артист, который в принципе В состоянии собрать большой зал в любом городе Как вы относитесь к частным мероприятиям? К свадьбам, например Замечательно отношусь И считаю, что это какой-то момент отношений и счастья двух людей Это прежде всего И те, кто собирается поздравить молодых и родителей Отметь это торжество Это всегда прекрасно Наверное, для артиста Это тоже неплохо Потому что все равно на свадьбе подбирается определенный репертуар То есть не будешь петь какие-то патриотические песни Там это все понятно Но в принципе, конечно, то, что касается меня, моего коллектива Мы больше любим сольные концерты Вот где люди пришли специально на концерт С программкой Сидят в зале Буфет Лимончик, коньячок Хороший свет, звук Вот это нам больше нравится А как-то разделяются песни между первым и вторым отделением? Ну когда после коньячка с лимончиком В принципе, тоже какие-то другие... Нет, я это к слову сказал, Алена, вы так зацепились Может быть, просто коньячком не отказалась Может быть, мы с вами любим это, поэтому так, по чуть-чуть Бьющая мать горе семьи Следующая песня называется «Грешная любовь» Ее мы послушаем и продолжим наш разговор Как так получилось по усмешке злой Поздно нам случилось Встретиться с тобой Вечеринка чья-то Новые друзья У тебя семья У меня семья Встретимся украдкой От случайных глаз И живем с оглядкой Прячась каждый раз Но не быть нам вместе Знаю ты и я У тебя семья У меня семья Грешная любовь Грешная любовь Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи Мы с тобой пытаемся Обмануть весь мир Молча растворяемся В тиши чужих квартир Этот круг порочный Нам не разорвать Смс полночных Не расшифровать Грешная любовь Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи Грешная любовь Грешная любовь Нелегальная Нелегальная Сумасшедшая Нереальная Сумасшедшая Нереальная Как нам дальше жить В бесконечной лжи Горе ты мое Расскажи Как нам дальше жить В бесконечной лжи Счастье ты мое Расскажи Ну прям страсти страсти Вот эта вот песня Ваша грешная любовь В жизни как обстоят дела Все хорошо Интернет предлагает Простую версию Одна жена Один сын 20 лет совместной жизни Ага Все как положено Повторюшничайте Как и у вас Все так А как получается Как сохранить Что можете сказать Лично о своем примере О своей семейной жизни Рецептов нет на самом деле Совершенно нет рецептов И я их даже давать не буду Тем более На Здесь на сцене И на вашем Замечательном канале Потому что у всех Все очень индивидуально Каждый чувствует Своего человека Мужчина чувствует Свою женщину И наоборот И только на этой базе Может что-то построиться Больше никак Мы просто возьмем с вами Вместе Пожелаем каждому Кто еще не нашел Свою вторую половинку Ее найти в самое ближайшее время Обязательно Да У меня даже песня Есть ласточка такая Она обладает Магическим свойством Просто Так, подождите У меня в программе Сегодня Ее нет Мы ее не будем петь Потому что А вот я кстати настаиваю Я ее миллион раз уже спел А я настаиваю Нет, дело в том Что даже в эфире Ля Минора уже есть И неоднократно Я ее исполнял Просто Когда вот я приезжаю В город Рассказик можно И действительно Когда вот женщины Поют со мной эту песню Одинокие ласточки Хоп На следующем концерте Рядом мужчина Сергей, если говорить О каких-то небольших И больших концертах Вы сказали Что вы отдаете Предпочтение Большим площадкам В следующем году У вас юбилей Мало того, что Свой лично собственный Еще и юбилей Творческой деятельности Я так понимаю Что будут какие-то Большие концерты В двух столицах Вот пару слов об этом Как вы к ним готовитесь В Москве И в Санкт-Петербурге На центральных площадках Этих городов Пройдут концерты И также пройдут В крупных городах То есть Почему в крупных Ну и даже и в Белоруссии У нас в Минске будет Потому что Это сопряжено с тем Что будет симфонический оркестр В первом отделении У нас есть целая программа Называется она «Признание» Вот Часть песен Мы тоже на вашем Замечательном канале Уже показывали Но это программа Первое отделение С симфоническим оркестром То есть порядка Там ста человек На сцене Не в каждом городе Есть такая Возможность Возможность Такая струнная группа В общем-то Все это озвучить Подключить и так далее Ну вот Планируем такие вот Грандиозные планы Ну и самое главное Вот мне самому Это очень нравится Потому что У нас песни Вот лирика Они способствуют Как раз тому Чтобы где С удовольствием У нас струнники играют Потому что они говорят Вот у вас есть где поиграть Потому что для них Это самое главное Следующая песня Воспоминания Воспоминания Это песня Такой романс Он на самом деле О том что Потому что Такие слова Немножко Их Как бы такая поэзия Она с первого прослушивания Даже я Когда мне Эту песню прислали Не понял На самом деле Она о том что Мужчины Очень мало Уделяют Внимания И говорят Теплых слов Своим женщинам Особенно у нас В России Милый Ты понял Милый да Милый Милый обязательно И дело в том что Тут такая тема Вот как в этом романсе Что когда Любимый человек уже ушел Они долгое время прожили И мужчина идет По опустевшему городу Ночному И вспоминает Романс так и называется Воспоминания О том что Ну нужно было почаще Это делать Воспоминания Давайте говорить друг другу Теплые слова И слушать песню Следующую Прямо сейчас Засыпает на руках Вечер Затихает в облаках Ветер Улетает в дальний край Птицы Память прячет Нашей любви Страницы Сколько лет Мне снится Один и тот же сон Сколько лет Подряд Слышу я Так близко Каждый вдох И голос Такой родной Но время Не может Остановиться Там Где небо С землей Встречали С нас Звезды С луной Венчали А Радости До печали Лишь Пара Несказанных Слов Все Что нам Сейчас Осталось Вновь Перебороть Осталось За музыкой Вверх Подняться Сдать Мелодии Облаков Застывает На часах Стрелки И минуты Мини Бьют Метко Как в немом Кино Черно-белой Лентой Пробегают Наши Воспоминания На притиши Город Ложится Первый Снег Заметает Улицы А мне Все Не спится Время Мое Сердце Сковало Льдом Память Прячет Наши Любви Страницы Там Где Небо С землей Встречались Нас Звезды С луной Венчали А Радости До печали Лишь Пара Несказанных Слов Все Что нам Сейчас Осталось Но Перебороть Усталось За Музыкой Вверх Подняться Стать Мелодией Облаком Там Где Небо С землей Встречались Нас Звезды С луной Венчали От Радости До печали Лишь Пара Несказанных Слов Все Что нам Сейчас Осталось Но Перебороть Усталось За Музыкой Вверх Подняться Стать Мелодией Облаком Сергей Вы по жизни Больше Романтик Романтик Или весельчак Шутник Кто вы Романтический Весельчак Да нет Вопрос Так я бы не ставил Я серьезный человек На самом деле По большому И по малому счету Вот И Ну просто Так сложилось Что По судьбе Мне Далась Вот эта профессия Профессия Музыканта Певца И я занимаюсь тем Что Веселю людей Со сцены Ну Судя по последней песне Не обязательно веселить Может быть какие-то песни Заставляют о чем-то задуматься Ну есть еще же И грусть такая Она Светлая То есть Вот Как раз Я стараюсь Это как раз Относится К тому поэту О коем пойдет сейчас речь Вот у него как раз Стихи Они пронизаны Вроде бы они Грустные Но Грусть такая светлая Хочется под нее Как-то Всплакнуть Так по-хорошему Улыбнуться А как вы говорите О каком поэте Ну Алена 120 лет ему Исполняется В этом году Кто бы это мог быть Кто бы это мог быть Сергей Есеник Совершенно верно Спасибо Мне подсказали редактор Большое Дело в том что Не всегда знаешь В каком году Будет программа Которую ты снимаешь Если серьезно Да Есть даже Я так понимаю Песня памяти Есенина у вас В творчестве Да мы ее исполним Эту песню Да-да-да Попозже В общем-то да Когда-то Несколько лет назад Я сделал программу Целую У моего друга Юры Гальцева В театре эстрады В Санкт-Петербурге В театре эстрады Вот И мы сделали Полностью программу Двухчасовую Песни на стихи Сергея Есенина Где помимо моих Песен Ну музыку я имею ввиду Я выбрал Самые на мой взгляд Такие удачные песни За весь вот этот Тридцатилетний Может быть период Ой а назовите Два-три хотя бы Произведение Просто интересно Там озорной гуляка И синее небо России И там Я не знаю Так теперь решено безвозвратно Я покинул Это и Москва Это и Не жалею, не зову, не плачу Это и Клен, ты мой опавший Это и Босфор Ну много А что исполним сейчас? Сейчас мы исполним Эту песню Музыка моя Песня называется Дорогая Может быть нетипичная Для Есенина Но у нее обычно Такая грусть легкая А это такая веселая Заводная песня Озорная Сейчас Ничто человеческое Есенина была не чужим Однозначно И поэтому Песня дорогая Помогайте Глядим в глаза Глядим в солнце Я хотел прожить В пропащем месте Я хотел, чтоб сердце глуше Вспоминало сад и лето Где под музыку лягушек Я растил тебя поэтом А там теперь А там теперь такая осень Клены липы В окна Клон Ответ Гилобами Заброси Ищут те Которых Помнят Весть Дорогая Дорогая Сядь же рядом Ну поглядим в глаза Друг другу Я хочу под кротким взглядом Слушать чувственную югу Дорогая 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 Сядь же рядом Дорогая А поглядим в глаза Друг другу Я хочу под кротким взглядом Слушать чувственную югу Сергей, ну это такая песня, знаете, Когда вот если, допустим, брать свадьбу, о которых мы с вами говорили Это уже после торта Вот такая вот, после торта Ну она, да, она веселая, на самом деле Такая под гармошку Такие какой-то мотивы цыганочки в ней чувствуется Ну в общем, такая настоящая Откуда у парня испанская грусть? Что? Цыганская грусть Откуда это разбитное веселье вот это Появилось? От Сергея Есенина От Сергея Есенина? А Русь все так же будет жить Плясать и плакать у забора, наверное Вот И я могу рассказать такой эпизод из жизни Есенина Когда я делал программу Старался какие-то факты Не описанные современниками поэта В Ленинской библиотеке И в исторической здесь, в Москве Кое-что удалось мне И такой факт из жизни Есенина Представьте себе прошлый век Ледяные просторы комнаты Санкт-Петербург Где жили два поэта Сергей Есенин и его друг Анатолий Мариенгов И поэты, согревая своими телами Отопления не было Ледяные простыни В связи с этим Есенин предложил жалование советской машинистке Одной поэтессе У поэтессы были прекрасные бедра Великолепные плечи Горячая кровь Предложил жалование советской машинистке С тем, чтобы девушка приходила к ним домой Раздевалась Ложилась в постель И согрев ее теплотой своего тела Ну, 15-минутная работа Одевалась и уходила домой Сказав, что при этом мы будем сидеть к ней спинами Откнувшись носами в рукописи Три дня поэты ложились в теплую постель На четвертый день девушка ушла от них Заявив, что не намерена продолжать свои службы Когда она говорила, глаза ее пылали гневом Но в чем дело, мы свято блюли условия Вот именно я не нанималась греть простыни у святых Московский озорной гуляк Я обманывать всегда не стану Залегла забота в сердце блистом Отчего прослыл я шарлатаном Отчего прослыл я скандалистом Не злодея и не грабил лесом Не стрелял несчастных под темницам Я всего лишь уличный повеса Улыбающийся встречным лицам Я хожу в цилиндре не для женщин В глупой страсти сердце жить не в силе В нем удобней грусть свою уменьши Золото овца давать кобыле Каждая задрипанная лошадь Головой кивает мне навстречу Для зверей приятель я хороший Каждый стих мой душу зверя лечит Я московский озорной гуляка По всему Тверскому околодку В переулках каждая собака Знает мою легкую походку Но каждая задрипанная лошадь Головой кивает мне навстречу Для зверей приятель я хороший Каждый стих мой душу зверя лечит И теперь уж я болеть не стану Прояснилась омуть в сердце мглистом Оттого прослыл я шарлатаном Ну оттого прослыл я скандалистом Я московский озорной гуляка По всему Тверскому околодку В переулках каждая собака Знает мою легкую походку Вместе Знает мою легкую походку Знает мою легкую походку Сергей, как публика принимает блок песен о Есенине? Точнее на стихи Сергея Есенина Просто в афише мы заявляем заранее Что будут песни на стихи Сергея Есенина И в основном, естественно же, ответ позитивно, очень хорошо И люди подпевают, мне очень приятно Я иногда выхожу в зал, какие-то песни Клен ты мой опавший, люди поют с удовольствием И в принципе, наверное, этот поэт Вот 120 лет в этом году И он, наверное, нашел какой-то ключик Какую-то тайну к сердцу Русского человека Не только русского Вы знаете о том, что когда Есенин ездил в Грузию Ездил в Батум И поэты там, и люди интеллигентные С удовольствием цитировали его стихи И до сих пор это делают То есть он нашел какой-то ключик Такой именно к сердцу человеческому Какие-то струны человеческой души Мужчины и женщины Затрагивают его стихи И будут какие-то очень светлые чувства Хочется эти стихи цитировать Читать И вот, казалось бы, 120 лет Уже прошло со дня рождения Но он живее всех живых Мы послушаем песню «Пара лебедей» А потом вернемся к разговору Улеглась моя былая рана Пьяный бред не гложет сердце мне Синими цветами тегерана Я лечу их нынче в чейхане Молодая с чувственным оскалом Я с тобой не нежен и не груб Расскажи мне, скольких ты ласкала Сколько рук ты помнишь, сколько губ Знаю я, они прошли, как тени Не коснувшись твоего огня Многим ты садилась на колени А теперь сидишь вот у меня Но ты меня не любишь, не жалеешь Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь Мне на плечи руки опусти А потом пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни Только не целованных не трогай Только не горевших не мани И когда с другим по переулку Ты пойдешь, болтая про любовь Может быть, я выйду на прогулку И с тобою встретимся мы вновь Отвернув к другому ближе плечи И немного наклонившись вниз Мне на плечи руки опусти Руки милой пара лебедей В золоте волос моих ныряют Все на этом свете Из людей Песнь любви поют И повторяют Руки милой пара лебедей Руки милой пара лебедей Лебедей Я так понимаю, что в вашем творчестве много песен на стихе Есенина, потому что они как-то перекликаются, правда ведь по сути, по настроению с вами? За долгие годы творчества накопилось достаточное количество песен И в принципе, я и когда-то раньше, когда еще перед тем, как приехать сюда в Москву, поступить в Гнесинку Я и раньше на гитаре у нас в Сибири очень хорошо принимали эти песни И всегда мы с мамой, с бабушкой садились, я подыгрывал и пели эти песни «Клен ты мой опавший» и многие другие Я так понимаю, что у вас в принципе-то есть свобода выбора, что петь, что не петь? Наверное, да Ну и в принципе, я думаю, у любого творческого человека, тем более в преддверии юбилея, есть такая возможность Есть такая возможность и такая Ну, конечно же, всегда хочется, чтобы твое видение песни и твое отношение, твои чувства, которые ты вкладываешь в песню Они бы передались людям, которые сидят в зале Вот это, наверное, есть счастье для творческого человека Вот я считаю, что отчасти мне повезло в этом смысле Потому что, знаете, иногда бывает, я всю жизнь пою джаз, извините меня, а выходчик на сцену поет попсу То есть немножко раздвоение такое То есть человек любит одно, а приходится петь что-то другое, чтобы зарабатывать деньги Ну вам повезло, вы везунчик? Везунчик? Как минимум Да, как минимум, везунчик У нас сегодня в гостях везунчик Сергей Лебавин Мы слушаем следующую песню «Синее небо России», а потом я вернусь Бегут весенние ручьи И солнце в них купает ноги А мы куда-то все спешим Мы проклянем свои дороги Ой, ты синее небо России Ухожу очарован тобой И березки, как девки пасы На прощанье мне машут листвой Я нигде без тебя не утешусь Пропаду без тебя, моя Русь Вот вам крест, что я завтра повешусь А сегодня я просто напьюсь Другую буду обнимать С другой, быть может, брошусь в омут Ведь никогда ей не понять Святую страсть к родному дому Ой, ты синее небо России Ухожу очарован тобой И березки, как девки пасы На прощанье мне машут листвой Я нигде без тебя, моя Русь Я нигде без тебя не утешусь А сегодня я просто напьюсь Вот вам крест, что я завтра повешусь А сегодня я просто напьюсь Сергей, ну я, во-первых, хочу вас и ваших музыкантов Поблагодарить за то, что вы пришли к нам на программу Нашли время Хочу вам пожелать в следующем году Потрясающих юбилейных концертов Чтобы пришли те самые люди, которых вы ждете В зал, на сцену к вам Разделить этот праздник Юбилейный вечер Спасибо Письма передам Как только Сергей закончит свои выступления Вот эти все написанные Спасибо огромное Тепло ладоней Будет заняться чем на выходные дни Все прочитаем И вообще это очень приятно Когда вот до сих пор существуют И мобильные телефоны, и компьютеры Но люди садятся от руки, пишут Вот это вообще дорогого стоит на самом деле Меня зовут Алена Бородина Мы обязательно увидимся на телеканале «Ля Минор» В программе «К нам приехал» Вам всего хорошего Спасибо, Алена Спасибо Спасибо большое И крайняя песня у нас Это песня памяти Сергея Есенина Вот И я с удовольствием в год 120-летия творчества поэта Хочу ее исполнить с большим удовольствием Счастливо Я опять напьюсь отравы горькой И проснусь в объятья тишины За кабацкой деревянной стойкой Незаметно пролетают дни Никогда не суждено мне поле По утру бежать по сын к реке Только часто снится это поле Клевера в застывшей руке Русь капацкая ночами снится Вышки лагерей пасет конвой И девчонка стройная березка Из-за предки машет мне листвой Из-за предки машет мне листвой Ты прости, что променял свободу Променял с Афгана ордена И свою жизнь Крапленую колоду На стакан крепленого вина Жизнь прошла Закрылись карусели Время золотую вяжет нить Я б сумел тебя, Сергей Есенин Не в стихах, так в петле заменить Не в стихах, так в петле Редактор субтитров А.Семкин